Всем привет и добро пожаловать на канал Хайрекс. Перед вами 31-й видеовыпуск рубрики «Подвал ужасов Мистера Хайрекса». Франшиза «Восставший из ада» или Hellraiser на языке оригинала насчитывает 10 фильмов. А в прошлом году осенью состоялся релиз ремейка, который получил смешанные оценки, но всё же значительно поднял планочку франшизы со времён выхода шестой части и немного освежил её. Создатель первого фильма, сценарист, а также автор всех оригинальных литературных версий Клайв Баркер вместе с режиссёром Дэвидом Брукнером решили возродить былую славу этой кинофраншизы и перезапустили её, внеся множество изменений в лор и внешний вид демонов-синобитов. Первый фильм вышел в 1987 году и был снят самим Клайвом Баркером на основе одноимённой новеллы. По синопсису, некий, нечистый на руку персонаж по имени Фрэнк, испробовав все земные наслаждения от падших женщин до запрещённых препаратов, желает познать истинное наслаждение и величие. Он покупает шкатулку Лемаршана, которая может открыть ворота в другое измерение, то бишь в ад, и вызвать демонических существ-синобитов, которые даруют тому, кто их призвал настоящие внеземные удовольствия, но в то же время забирают просящего собой и подвергают его тело и душу ужасным пыткам. В общем, шкатулка – это не что иное, как обман, инструмент порабощения человеческих душ. Конечно же, Фрэнк этого не знал. Синобиты приходят и разрывают его тело цепями на мелкие кусочки. Спустя время в этот дом приезжает и заселяется семья, которая состоит из брата Фрэнка по имени Ларри, его супруги Джулии и бывшей любовницы Фрэнка, и дочери Кёрсти. Во время переезда Ларри случайно поранит свою руку, и его кровь, пролившаяся на пол чердака, возвращает к жизни Фрэнка в форме дряхлого скелета. Со временем его находит Джулия, его бывшая любовница, и вступает с ним в зловещий союз. Она соблазняет разных мужчин и приводит их на этот чердак, где помогают Фрэнку с ними расправиться. С каждой новой жертвой Фрэнк обретает плоть, кровь и человеческий облик. Ему удалось сбежать от Пинхода и его верных помощников синобитов, благодаря той лазейке, которую ему предоставил Ларри. Но Фрэнк должен восстановиться до прежней формы. Кёрсти узнает жуткий секрет мачехи, и с этого момента девушка попадает в жуткий кошмар. Первый фильм «Хеллрайзер» стал чем-то свежим, и он довольно быстро заполучил популярность среди зрителей и кинокритиков. С бюджетом в 1 миллион, кинофильм смог заработать в прокате 14,5 миллионов долларов. Не могу сказать, насколько сильно фильм отличается от оригинала, но могу сказать, что киноадаптация как самостоятельный проект очень даже хороша. Фильм действительно пугает, местами вызывает отвращение. В общем, зритель получит много разных эмоций и впечатлений, которые так важны для фильмов ужасов. Для того времени и бюджета визуальная сторона фильма выглядит очень даже хорошо. Даже сейчас некоторые эпизоды и грим синобитов могут удивить современных зрителей. По версии канала «Хеллрайзер» первый «Хеллрайзер» получает оценку 6,8 балла из 10. Интересности. Первоначально предполагалось, что фильм будет называться «Адское сердце», в честь одноименной повести, на которой он и был основан. Студия решила, что название звучит, как какой-то любовный роман, и попросила Клайва Баркера изменить его. Тогда Баркер предложил назвать фильм «Садомазохисты с того света». Такое название было отклонено из-за его откровенного и сексуального содержания. Во время одного интервью Дук Брэдли описал ад как тюрьму. Синобитов – как тюремных охранников. Пинхот – тюремный надзиратель. Шкатулка-головоломка – ключ от тюремной камеры. А всякие там демоны – сбежавшие заключенные. В оригинальном сценарии у Щелкуна и Толстяка были диалоги. Однако, когда их грим сделал связанную речь невозможной, их реплики были отданы женщине Синобиту. И особенно Пинхоту, что помогло укрепить его на посту главного персонажа франшизы. Каждый съемочный день на Дуга Брэдли наносили грим в течение шести часов. При этом большую часть грима Дук Брэдли делал сам. Перед выходом фильма в широкий прокат режиссеру пришлось вырезать некоторые фрагменты, среди которых были удары молотком, руки, входящие в плоть, жесткий секс между Джулией и Фрэнком. Несмотря на удаление этих сцен, фильм все равно получил рейтинг R. Персонаж Дуга Брэдли в первых набросках сценария был назван священником, но в конечном итоге был переименован просто в главного Синобита. Прозвище Пинхот или же Булавка Головый приклеилось к персонажу благодаря участникам съемочной группы. Они называли его так исключительно между собой, для удобства. Ну а потом кто-то вынес эту информацию на поверхность. В итоге именно это прозвище прижилось и стало использоваться во всех дальнейших продолжениях. Но вот режиссеру Клайву Баркеру очень не понравилось это название, он посчитал его каким-то нелепым. Кстати, в ремейке, который вышел в прошлом году, персонаж наконец-то получил свое изначальное прозвище Священник. Скорее всего, на этом настоял сам Клайв Баркер. По такому же принципу женщина Синобит была обозначена как глубокая глотка, но откровенно сексуальный характер ее прозвища привел к тому, что в сиквеле ее просто назвали женщиной Синобитом. Концепция шкатулки в виде кубика, используемого в качестве портала в ад, прежде всего основана на городской легенде о некой коробке с игрушками дьявола внутри. Согласно легенде, существует некий куб, построенный из плотных зеркал, обращенных внутрь. Люди, которые войдут в это сооружение, а затем закроют его, подвергнутся сюрреалистическому тревожащему явлению, которая одновременно подарит им откровенный опыт и навсегда исказит их разум. Первоначально во вступительном эпизоде было показано, как Синобит, жердяй или толстяк собирает разорванное в клочья лицо Фрэнка на чердаке, используя настоящие глаза и язык, взятый от какого-то трупа из морга, а также мякоть, купленную из мясной лавки. Но согласно информации от участников съемок, Баркеру не понравились спецэффекты и образ жердяя в этой сцене, поэтому она была полностью переснята с участием Пинхода. Саймону Бэмфорду, который исполнял роль Баттербола или же жердяя, так и не сообщили об этом. Следовательно, в течение многих лет Бэмфорд рассказывал фанатам на разных конвенциях ужасов, что короткий кадр, включенный фильм, где рука собирает лицо Фрэнка по кусочкам, был взят из той самой сцены, в которой снимался именно он. Только в 2011 году, во время съемок документального фильма о франшизе, Бэмфорд узнал, что его сцена была полностью вырезана и что на самом деле это была рука Брэдли. Во время съемок у Дуга Брэдли были проблемы с координацией, поскольку он не мог видеть сквозь свои черные контактные линзы и боялся споткнуться о кожаную плащ и юбку Пинхода. В той самой сцене, где Фрэнка крутят вверх тормашками, полностью залитого кровью, актер Шон Чепман не смог справиться с приступом тошноты. Дуг Брэдли рассказал в одном из интервью, что перед началом съемок спросил Клайва Баркера, как ему следует исполнять роль Пинхода. Баркер задумался и дал такой вот туманный ответ. Думайте о нем, как о чем-то среднем между администратором и хирургом, который отвечает за управление больницей, где нет палат, только одни операционные, а также как о человеке, который хорошо владеет ножом. А еще он такой человек, который должен соблюдать свой график. Актер также поведал о том, что он и Баркер обсудили такую деталь, которая намекала на то, что Пинход когда-то был человеком. Мне в голову пришла строчка из одного произведения Клайва. Я оплакиваю свою человечность. На данный момент у моего персонажа не было предыстории. И я решил обсудить это с Клайвом. И мы сошлись на том, что когда-то он был человеком. Но когда это было? Вчера? На прошлой неделе? В прошлом году? Десять? Сто? Тысячу лет тому назад? Я этого не знал. Мне это было совсем не нужно. Достаточно, чтобы эта идея засела в моей голове. Вечная неосознанная скорбь по человеку, которым он когда-то был. По жизни и лицу, которые он даже вспомнить не может. И застывшее горе. Теперь я чувствовал, что Пинход существовал в эмоциональном подвешенном состоянии. Когда ни боль, ни удовольствие не могли коснуться его. Довольно хорошее определение ада для меня. Эту идею в итоге развили во втором фильме и рассказали зрителям Кемббл Пинхотт до своего обращения в Синобита. Изначально роль Фрэнка предлагалась актеру Лэнсу Хендриксону. В 80-е многие режиссеры хотели заполучить этого актера, но, увы, не всем удавалось это сделать. На этот раз Лэнс тоже отказался, так как ему просто не зашла сама идея фильма. Но спустя годы, в 2005 году, выходит восьмая часть франшизы и в ней появляется Мистер Хендриксон. В нулевых у актера был серьезный спад в плане качества кинопроектов, в которых он появлялся, и восьмая часть Хеллрайзера не исключение. На этом подвал ужасов закрывается. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!